Конкурс, получивший авторитет и популярность среди учителей не только Татарстана, но и соседних регионов, в этом году собрал 70 учеников в научном этапе с 6 по 11 классы. Впервые созидательный труд для школьников прошел в Доме научной коллаборации имени Камильева Алиева Казанского университета. Да, действительно, вот этот дом научной коллаборации, он востребован, я уже так и написал, на зависть своим сверстникам из других городов, елоружские мальчики сумеют поднять свою технологическую компетенцию и развиваться в нужном направлении. Центр, открытый в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта образования, оснащен самым современным оборудованием и тем самым расширил возможности для практической части конкурса. То есть дети на практике попробуют и сделать задания по робототехнике, по мехатронике, значит, есть задания, связанные с созданием эскизов изделий в графическом редакторе, создают они презентации для представления своих проектов ранее разработанных. Конкурс для старшеклассников состоялся в формате разработки командных проектов с использованием знаний из сразу нескольких областей – физики, химии, экологии, биологии, общества знания. Сейчас мы, получается, решаем проблему, нам нужно создать машину Голдберга, нам нужно сделать за ограниченное время целый проект и презентацию, и заполнить бланки, указать проблему, найти решение и составить свою схему этой машины Голдберга. По итогам конкурса победители и участники, а также их наставники были награждены дипломами и сертификатами. Диана Желенкова, Денис Сипайлов, Универньюс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Диана Желенкова, Денис Сипайлов, Универньюс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА